Друзья, давайте узнаем, как же реагирует рыба на белый цвет прикормки зимой. Существует распространенный миф, что белый цвет прикормки отпугивает рыбу, и давайте сегодня это проверим. Засыпаем прям в лунку небольшое количество прикормки. Как мы можем заметить, сразу же создается очень привлекательный для рыбы столб моти. Как мы видим, друзья, сразу же на наш стол, на наш накрытый праздничный стол, пришла стайка платвы. Как мы можем заметить, платва чувствует себя довольно-таки неуверенно и старается не заходить за границы светового круга. Мы можем заметить, что отдельные особи платвы периодически подхватывают частички еды, но, как мы видим, не спускаются вниз, не рываются в основной массе прикормки. Ну а сейчас к нам на запись забежал красивый окушок. Периодически небольшие окуни проскальзывают у нас в кадре, но тоже держатся как-то довольно-таки периферийно. Постоянно падают частички еды, это привлекает рыбу. Она периодически подходит, интересуется, она, скорее всего, чувствует запах. На самом деле мы видим очень завораживающий вид, подводный красивый вид. Жаль, не хватает немножко растительности, но в следующий раз, я думаю, мы с вами снимем более интересный кадр. Немножко подвинула здесь камера, потому что не все попадало в кадр. Как мы видим, продолжается у нас падать прикормка. Здесь я, скорее всего, размешал еще прикормку на поверхности лунки, и она начала еще более интенсивно падать, более интенсивно привлекать рыбку. Тактика наша сработала, и целая стая небольшой плотвы подошла на наш прикорм. Вот можно заметить интересный момент, плотва резко повернула перед белым цветом прикормки, то есть она не заходит за границы нашей прикормки, держится в теневой, скажем так, стороне. Хочу отметить, что здесь лунка была закрыта, то есть свет, как таковой, не попадал под лед. Как мы можем заметить, даже самые храбрые особи плотвы стараются как можно быстрее проплыть белый круг прикормки. Видимо, они все-таки опасаются чего-то. На данных кадрах мы можем наблюдать, что плотва немножко освоилась. Она уже не столь осторожно относится к этому световому кругу, но все равно не задерживается в нем и старается проплыть его как можно быстрее, хотя и кормится на поверхности. Практически никогда плотва не спускается вниз и не кормится с грунта, только подхватывает частички. Здесь я спустил удочку, как мы видим, крючок с мотылем и с опарышем. Хотел немножко пловить, но рыба в принципе была не очень активна и не клевала. Скорее всего, ее все-таки отпугивает вот это светлое пятно. Как мы вот видим сейчас, в левой части плотвичка попробовала прикормку, но с черной стороны, то есть с теневой стороны. Вторая плотвичка тоже сбоку немножко попробовала и убежала. Возможно, не понравилась ей сама прикормка, но хотя до этого она себя очень хорошо зарекомендовала в ловле леща и тоже самая плотва. Скорее всего, все-таки здесь ее смущает белый цвет. Все-таки самые храбрые особи заходят иногда на прикормку, на наш цветовой круг, но тут же убегают. Пытаюсь играть удочкой, привлекая рыбу, но особого результата нет. Плотва все-таки неуверенно кружится вокруг. Стараясь не заходить в центр нашего цветового круга. Ну что, друзья, сегодня мы с вами прощаемся. И в следующий раз обязательно в этом месте мы проверим темный цвет прикормки, а возможно сравним даже оба цвета. Всем до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok